Елизавета Андреевна Осиповская. Тема исследований – рейтинги массовых открытых онлайн-курсов и их связь с уровнем знаний студентов. Пожалуйста. Так, мои слайды сейчас видно, да, коллеги? Да, 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 видно. Да, видно, все хорошо. Ага, хорошо, спасибо. Так, еще раз всех приветствую. Тема моего доклада посвящена массовым открытым онлайн-курсам. По данным агрегатора класса Central, количество записавшихся студентов за 2019 год составил 110 миллионов человек. И более 900 университетов сегодня предлагают 13,5 тысяч массовых открытых онлайн-курсов. В связи с этим, конечно же, возникает проблема, связанная с тем, что курсы друг друга дублируют, так как появляются курсы, схожие по одной и той же тематике. И чтобы разобраться с студентом в огромном разнообразии этих курсов, стали использоваться рейтинги. Эти рейтинги стали применяться как на платформах провайдеров самих МОК, так и на сайтах-агрегаторах, таких самых известных, как класс Central или как курс СОК. Для оценки уровня удовлетворенности в дистанционном образовании принято использовать модель Майкла Мура. И мы в рамках этой теоретической концепции взяли третий тип взаимодействия между студентом и контентом. Но уровень удовлетворенности студента ведь не только всегда связан с содержанием, то есть с контентом, но и с какими-то его особенными индивидуальными характеристиками. Поэтому возник у нас, как у исследователей, вопрос целесообразности использования этих рейтингов, которые основаны на оценках людей, очень разнообразных, из гетерогенных групп, которые обладают какими-то индивидуальными характеристиками. На основе опросов слушателей четырех массовых открытых онлайн-курсов от Российского университета Дружбы народов и Государственного университета русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, Мы, которые проводились в начале декабря, в начале года 2019-го, мы поставили цель определить, какой вклад вносят вот эти индивидуальные характеристики участников в уровень формирования удовлетворенности их обучения. Анкетирование наше, то есть исследование проходило в два этапа. Первый этап это приопрос, который был связан, то есть до того, как студенты записывались на курс, мы интересовались их мотивацией, их соц. дем. характеристиками и замеряли их уровень знаний по данной тематике. Ну и вторая волна исследования, это уже пост-опрос, то есть когда студенты уже прошли обучение, и вопросы были связаны с воспринимаемым уровнем сложности, с темой, насколько, как повысился уровень их знаний после прохождения этого курса. И, ну, какие-то объективные также параметры были включены, то есть это тематика курса и ее продолжительность. Итак, итоговую выборку, в итоговую выборку вошли 326 респондентов. В основном это были женщины с высшим образованием, которые записывались на курс с целью дополнительного обучения или получения, или подготовки к учебным занятиям. Меньшество, конечно, записались на курс ради карьерного продвижения и интереса к науке. Около половины слушателей оценили свой уровень знаний по итогам прохождения курса выше среднего. И, что еще очень важно, мы обнаружили, что вклад в формирование уровня удовлетворенности студентам курсом вносит их уровень знаний, который у них существует до того, как они записываются на курс, и тот багаж знаний, который они получают после прохождения курса. Соответственно, те ребята, у которых был уровень знаний выше, чем тот, который они получили на курс, они, конечно же, склонны занижать оценки и оценивать курс по нижней границе. Ну и те, соответственно, которые получили действительно какие-то ценные знания, они оценивали курсы по высшим баллам. Соответственно, когда мы выявили вот эти особенности, мы поняли, что вот эти индивидуальные характеристики, они вносят огромный вклад. И, возможно, использование рейтингов при том, когда курс оценивают настолько гетерогенные разные аудитории, не всегда целесообразно. Поэтому в качестве предложений, которые мы можем предложить в этой связи, то есть можно, например, проводить предтесты, то есть замеряя уровень знаний студента, когда он записывается на курс. На основе этого потом можно выстраивать какие-то индивидуальные образовательные треки. Ну и, например, ранжировать эти курсы можно более детально, например, указывая, что вот этот курс, он для более advanced, то есть более продвинутых пользователей или для студентов, которые обладают какими-то базовыми знаниями в рамках этой дисциплины. Ну и также можно оценивать по более детальным параметрам курс, то есть, например, насколько преподаватель был интересным, насколько были ценные примеры, которые он приводил. Также можно оценивать по параметру качества аудио и видеоряда, были ли вот ожидания, которые они испытывали в отношении курса, соответствовали ли они действительности, то есть так или не так. На этом все, в общем-то. Кратко, коллеги, основные пункты нашего исследования. Вопросы? Да, здравствуйте, у меня есть вопрос. Спасибо за ваш доклад, было очень интересно. У меня вопрос. Вы говорили о том, что вы провели исследование студентов, которые, или в принципе, людей, которые записываются на онлайн-курсы. А какие конкретно онлайн-курсы вы сейчас имели в виду, какие платформы, или никакой конкретики в данном вопросе нет, и в принципе с любых платформ имелось в виду? Просто вот именно это интересно. Да, сейчас тогда я вернусь к названиям курсов. У нас курсов было четыре. Они были связаны с SMM-продвижением, с презентационными навыками, то есть с публичными выступлениями. И это были два МОКа, которые предоставляют Российский университет дружбы народов на платформе Open Learning, и два МОКа от университета имени Александра Сергеевича Пушкина. То есть очень два таких специфичных курса, которые посвящены обучению русскому как иностранцам, как иностранному языку, то есть для иностранных студентов, китайцев и из арабских стран. То есть мы брали в основном форму Open Learning, и вот эти, то есть какие мы курсы у нас просто была, а социология, вот мы за основу такие взяли. Хорошо, спасибо большое. Можно, пожалуйста, вопрос задать? Я вот хотела узнать, как вы считаете вообще, могут ли такие онлайн-курсы вот по такому типу полностью заменить очное обучение, то есть оффлайн? Вот я думаю, в период пандемии это особенно важно, и мне интересно, вот каково ваше мнение? Вы знаете, вот исходя из тех цифр, которые мы получили, что полноценно они все-таки не заменят обучение, они именно были как дополнительными, такими комплементами, то есть как как раз указали студенты, что они были включены в учебный план и были именно как дополнение. То есть они отмечали, что как получение дополнительных знаний или как именно помощь в прохождении основного курса. То есть вот именно чтобы сказать, что это полноценно онлайн, пока нет. Понятно, спасибо большое. У меня возник вопрос, вытекающий из вопросов предыдущего человека. Вот допустим, полностью заменить обучение онлайн, я согласна с тем, что это в принципе невозможно, потому что все-таки контакт с преподавателем необходим. Но вот допустим, какова перспектива того, что сгенерировать обучение, то есть ввести параллельно и онлайн, и практически в аудиториях, насколько это перспективно и в дальнейшем имеет смысл развивать? Особенно вот сейчас мы как никто практикуем такие вещи, и вот мне интересно ваше мнение. Вот перспектива этого, она вообще положительная или все-таки оставить все как есть и оставить это дополнительно сугубо? Ну вот вы знаете, я сама преподаватель, я преподаю дисциплину графический дизайн, и я недавно проводила как раз исследование студентов. Я спрашивала, насколько, какой параллельный формат им ближе всего. И большинство, ну просто действительно не то, что там больше половины, а 80 с чем-то процентов, уже не помню точно, ответили, что им близок именно blending learning, вот это смешанное обучение. То есть когда мы даем какой-то дополнительный контент в онлайне, и когда еще есть возможность пообщаться лично и проконсультироваться с преподавателем. То есть тот формат, когда они просто смотрят видео, и у них нет возможности задать вопрос и иметь вот эту обратную связь с преподавателем, вот это очень сильно влияет на их уровень удовлетворенности контента. Поэтому мне кажется, вот смешанный формат, это действительно выход. Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо.